Только что завершилось заседание Сайта Министерства иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание было весьма и весьма продуктивным. Среди главных результатов одобрение проекта стратегии коллективной безопасности 2025 года. Документ выносится на одобрение глав государств. Кроме того, сделаны очень конкретные шаги в плане дальнейшего совершенствования внешнеполитической координации действий стран-членов ОДКБ. Приняты документы. Прежде всего, отмечу новую редакцию коллективных указаний постоянным представителям стран-членов ОДКБ в ООН и других международных организациях. Во-вторых, это перечень тем для совместных заявлений, которые будут делаться на различных многосторонних площадках. Таковых уже обозначено 15. 15 тем согласовано. И одобрен план консультации между Министерствами иностранных дел стран-организацией договора о коллективной безопасности. Кроме того, на заседании СМИДа одобрены заявления. Одно по Сирии и второе по Нагорно-Карабахскому регулирую. Я считаю, что мы поработали здесь весьма неплохо, чему способствовала хорошая организация нашего заседания армянским председателям. Если есть вопросы, пожалуйста. Сергей Викторович, президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО военнослужащие Российской Федерации не могут оставаться на прежних удаленных позициях от границы. Вы могли бы прокомментировать это заявление и о каких возможных ответных мерах также идет речь? Ну, вы знаете, это вопрос чисто военный, чисто технический. Понятно, что если к твоим границам приближается инфраструктура организации, которая объявляет тебя противником, ты должен как-то реагировать. У нас накоплен достаточный опыт в этой сфере и Министерство обороны, Генеральный штаб наверняка знают, что нужно делать. Но, повторю еще раз, мы считаем, что наши отношения с Финляндией оптимально развиваются сегодня. И рассчитываем, что наши финские соседи не будут поддаваться на искушение присоединяться к антироссийским действиям. Сергей Викторович, поступают ли сигналы из Вашингтона о готовности к реальной военной координации по Сирии в обмен на влияние в Дамаск, чтобы тот не наносил удары по умеренной оппозиции? И готовы ли мы к такой вязке? Наши военные общаются ежедневно, как путем видеоконференции между базой ХМИМИМ и американскими представителями в столице Иордании Аммани, так и в рамках круглосуточно работающего Центра оперативного реагирования на нарушение режима прекращения боевых действий, который создан Россией и США на базе отделения ООН-Джиней. Обсуждаются сугубо конкретные вопросы, связанные с нанесением ударов по тем позициям, которые занимают террористы. В рамках этих механизмов мы активно добиваемся от наших американских партнеров выполнения, давно данного имя обещания, размежевать оппозиционные отряды, которые взаимодействуют с американской коалицией, от Джабхата Нусра и ИГИЛ. Пока далеко не везде такое размежевание обеспечено, в том числе в районе Алеппо, и это нас беспокоит. Будем продолжать эту координацию дальше в расчете на конкретные результаты.